Электрона не существует. Вы наверняка не раз слышали такое мнение в комментариях к научно-популярным статьям. Возможно, вам подались и сами научно-популярные статьи, которые эту точку зрения отстаивают. Но среди всех частиц почему-то именно электрон удостоился такой великой чести не существовать. Меня, как и раньше, зовут Юрий Трифонов, и сегодня мы с вами попробуем разобраться с вопросом, почему очень многие убеждены, что электрона не существует, ну и при этом навязывают всем свое мнение. Хочу сразу отметить, что, надеюсь, у нас получится объективный ролик, и надеюсь, что это все не скатится к спорам, которые имеют всегда место при, например, обсуждении эфира. Собственно, все началось с момента открытия электрона. Электрон, как вы помните, открыл Томпсон, и электрон это такая штука, которая с самого начала фиксировалась косвенными методиками. Косвенные методики — это слово здесь, как мне уже говорили, не совсем подходящее, однако я считаю, что это вполне себе применимый термин. Суть этого термина заключается в том, что никакого непосредственностного наблюдения электрона не было. Уже одно только это говорит о том, что с самого начала электрон не являлся частицей, которую, скажем так, объективно и легко обнаружили. По факту, электрон был обнаружен только благодаря тому, что катодные лучи вели себя определенным образом в электрическом и магнитном поле. И проведя некоторые закономерности, проведя некоторые измерения, Томпсон сделал вывод, что пучки электронов, как он предположил тогда, отклоняются определенным образом при определенных степенях звучания. А при определенных воздействиях этого не происходит. То есть, проходящий через разреженный газ поток электронов в каком-то случае отклоняется определенным образом. И вот это вот отклонение позволяет предположить, что там вроде как есть электроны. И вообще сама идея электронов, насколько нам известно, появилась у Томпсона никак не благодаря вот этому вот процессу. Если вы помните, у нас на канале был ролик про устройство Атома. Если вы помните, там обсуждали самые разные модели устройства Атома. Ссылочка, конечно же, где-нибудь будет в описании или в подсказках. И там мы обозначили, что одной из первых идей строения Атома была так называемая модель пудинга с изюмом. Модель пудинга с изюмом предполагала, что Атом представляет из себя не что иное, как пудинг с изюмом. И внутри вот этого вот непонятного хлебного мякиша распределены электроны, которые представляют собой, собственно, нашей модели изюм. И когда вот эти вот моменты Томпсон обнаружил в опыте с катодной трубкой, было предположено, что вот эта вот его модель Атома подтверждается. Он, собственно, практически сразу предположил, что обнаружил электроны. Но, как мы понимаем, благодаря такому описанию мы нашли нечто непонятно в чем. Буквально первые эксперименты, которые должны были обнаружить электрон, которые, в общем-то, и считаются родоначальниками существования электрона, на самом деле совсем ничего не обнаружили. И тот факт, который мы увидели, это, да, косвенное измерение. И да, косвенное измерение – это, по сути дела, изучение непонятно чего с помощью непонятно чего. Одно дело, когда мы можем измерить яблоко с помощью, например, штангенциркуля. Это есть некоторый физический материальный объект, который мы можем потрогать, который мы можем подержать, покрутить в руках, который обладает объемом, который обладает очевидной массой и который можно буквально-таки измерить непосредственным измерением. Другое дело, когда мы используем такие непонятные измерения для того, чтобы определить то, чего вроде как на первый взгляд похоже и не существует. И вот в данном случае Томпсон, по сути, используя математическую физику, обсчитал полученные результаты, обнаружил некоторые, скажем так, ожидаемые вещи, исходя из этого, буквально рассчитал параметры электрона. Рассчитал скорость прохождения, в дальнейшем рассчитал массу и так далее. Как все это делалось? Это делалось математически. И, по сути, тот факт, что Томпсон обнаружил, что электрон вроде как передвигается в такой среде значительно медленней скорости света, это тоже было результатом математической обработки полученных измерений. Собственно, нам сейчас не столь важно вникнуть глубоко в историю этого открытия, нам важно понять из всего этого самое главное. По сути дела, Томпсон получил непонятно что, непонятно на чем и сказал, что он обнаружил электрон. Я не говорю, что обязательно нужно спорить с тем, что электрон существует, не говорю, что нужно обязательно критиковать Томпсона, но мы с вами можем сделать очень простой вывод. По сути, предполагая про Пудинг с изюма и мысли о том, что в атоме где-то там есть электроны, Томпсон обрадовался, что каким-то образом смог, ну скажем так, подтвердить свою гипотезу. Более того, на тот момент представления об электричестве были в зачаточном состоянии, и вот это вот худо-бедное, скажем так, описание смогло дать хоть какие-то карты в руки физикам и позволить начать что-то объяснять. Мы с вами выяснили, что в тот момент, когда электрон был открыт, он, по сути дела, открыт не был. Никто не увидел электрон таким образом, как мы можем увидеть, не знаю, там, яблоко, лежащее на столе, или никто не увидел электрон таким образом, как мы с вами сейчас сможем увидеть речку на заднем плане. Современная физика тоже нас мало чем порадует, потому что в физике признаются электрон, но методы исследования остались примерно на уровне того, что использовались Томпсоном. Да, определенная масса электрона, определен размер электрона и так далее и тому подобное, все это вычисляемые параметры, обратите на это внимание. Но все это происходит по той же самой схеме. Электрон обнаруживается по стандартной схеме для поиска большинства субатомных частиц. Эта схема построена на использовании той самой пузырьковой камеры, или камеры Вильсона. Мы, в общем-то, уже про это не раз говорили, и, наверное, повторять нет смысла. На всякий случай скажу, если вы в предыдущей ролике вдруг по какой-то причине пропустили. Смысл простой. Если частица прошла через некоторую среду, то от частицы может остаться трек. Это равносильно тому, как машина проехала по дороге и оставила свой след. По этой схеме есть некоторая среда, через которую проходит энергетически обладающая, как сказал, обладающая энергией частицы, и в этой среде остается трек от этой частицы. Мы помним, что в силе Лоренса при вычислении, это силу, которая влияет на частицу со стороны электрического поля, есть такой параметр, как радиус кривизны траектории движения частицы, и мы можем вот в этом вот следе обнаружить радиус кривизны, измерить его, и таким образом сказать, вау, здесь прошла та самая частица, которую мы с вами искали. На самом деле, схема работы здесь очень напоминает тот процесс, который используется при поиске снежного человека. А там схема очень простая. Если мы видим следы на грязи в лесу, вот или тут на берегу речки, например, мы говорим, что вау, здесь большие ноги, здесь, наверное, был Bigfoot. Оно все логично, вроде как и правильно, да и вроде в какой-то степени можно сказать, что и электрон, или частицу, которую мы искали таким образом, с помощью камеры Вильсона можно обнаружить. С одной стороны, вроде здесь нет никаких подводных камней, и кажется, что технически все правильно. Оно действительно правильно. Но такой привкус легкого неведения здесь остается. Естественно, говорить про вот такие методы поиска, как обнаружение электрона в каком-то там простом микроскопе, или наблюдение глазами, или наблюдение в бинокль, наблюдение любыми способами, оно просто физически невозможно. И получается, что у нас в руках есть буквально только способность электрона отклоняться при воздействии на него электрического поля. У нас есть трек записи движения электрона по пузырьковой камере. У нас есть расчетные параметры, которые появились в результате вот таких вот косвенных измерений. У нас есть такие штуки, как скорость электрона, которые вроде как соответствуют скорости света, если это вакуум. У нас есть масса электрона, есть размер электрона, есть вот такие вот сугубо вычисляемые параметры. Но все они могут оказаться не совсем-таки объективными. Электрон закрепился в физике как частица неделимая. Считается, что это лептон, это одна из фундаментальных субатомых частиц. Вроде как ее разделить нельзя, хотя опять та самая логика поиска мельчайшей частицы здесь присутствует. И некоторые труды утверждают, что при определенных сугубо специфических условиях электрон все-таки может разделиться на другие субчастицы. И вроде как он уже не фундаментальная частица. Но на самом деле это довольно такие сложные материи. Мы про это говорили в одном из предыдущих роликов. И там мы сделали вывод, что, в общем-то, наверное, сейчас правильнее всего говорить про то, что электрон оставляет, скажем так, звание лептона, и электрон правильнее воспринимать как чисто неделимую. Факт того, что электрон существует, чем бы он ни являлся, подтвержден тем, что у нас есть огромное количество устройств, есть огромное количество теорий, которые неплохо опираются на тот базис, который наработан на представлениях о существовании электрона. У нас есть описание электрического тока, у нас есть описание процессов, которые с этим связаны, у нас есть разные электронные приборы, есть описание всяких законов Джоуле-Ленса, есть много чего разного интересного, что говорит нам о том, что вот эта вот логика электрона, по идее, должна работать. И та теория, которая базируется на представлениях о существовании этой частички, она, в общем-то, должна была бы не работать, если бы теория про электрон была бы совсем неверной. Если вы помните, когда-то были электронно-лучевые трубки, это такая непонятная конструкция, противная на самом деле, работать с ней неудобно, и я не завидую тем, кто занимался, назовем так, IT-технологиями того времени, потому что глаза от нее дико уставали, но суть там была простая. Светочувствительный слой на экране бомбардировался электронами, которые отклонялись посредством воздействия на них электромагнитного поля. Вся эта конструкция работала строго на том, что вроде как существуют электроны. И если говорить, что совсем ничего не существует и склоняться к этому абсолютному менигеризму, то электронно-лучевая трубка не должна была бы работать. Но электронно-лучевая трубка работает прекрасно, и я думаю, будет прекрасно работать и дальше. Но, как мы уже сказали, электрон это вроде как и не совсем частица, но тогда что это? Здесь, наверное, стоит сразу вспомнить про корпускулярный волновой дуализм и про то, из-за чего он вообще появился на этот свет. И тут выделяется тот факт, что большинство частичек ведут себя как то ли волна, то ли частица, то ли непонятно что. И вот, если вы помните, мы уже как-то обсуждали, что вот этот факт странного поведения частиц, который роднит их с волной, во многом был проработан, а и в современных моделях описывается наоборот. Не как непонятно что, непонятно с чем, а как волна со свойствами частицы. Фактически, электрон было бы правильно представлять именно как некоторый пакет энергии, как некоторый квант энергии, если желаете. И по факту тут нужно вспомнить то самое поле, которое существует, и вспомнить, что для каждого типа взаимодействия есть вроде как свое поле. А еще вспомнить, что каждая частица в современном представлении, это есть возмущение этого поля. Кстати говоря, посмотрите на речку за спиной, вот там вот иногда прыгают жучки всякие, паучки и так далее. И по факту вот эти вот их прыжки создают колебания в поле. И при прочих равных такой подход обеспечивает очень много полезных свойств. По факту, благодаря этому мы можем описать и такое размытое представление о размере частиц типа электрона, мы можем описать корпускулярно-волновой дуализм, который в общем-то уже вымер практически, и превратился уже, считайте, в волновой дуализм и так далее и тому подобное. Такая теория очень хорошо подходит. Существует электрон или нет? Исходя из всего сказанного, можно сказать, наверное, только одно. По сути, электрон как частица, которую мы хотели бы видеть, ее не существует, и найти ее невозможно. Но есть совершенно объективные эксперименты, которые позволяют найти нечто. Что это такое за нечто? Это как раз вот эта вот непонятная субстанция, которая представляет собой некоторое количество энергии в некотором объеме, или колебание поля, если вам так удобнее себя представлять. Именно вот это вот колебание, именно вот эта вот размытость и неопределенность позволяет электрону иметь те свойства, которые мы привыкли видеть. Именно благодаря этому работают те законы физики, которые базируются на представлении о том, что электрон это некоторая частица. И именно благодаря всему этому можно говорить, что утверждение электрона не существует, не совсем-таки корректно. Существует нечто, обладающее свойствами, которые изучаются в физике. Мы это нечто назвали электроном, но по факту, ну, наверное, не будет большой ошибкой сказать, что электрона не существует, но существует нечто, что мы называем электроном. Говорить вот так вот, категорически, вот этим вот нигилизмом постоянно заниматься, это не совсем-таки правильно. И вообще я замечаю, чем больше читаю комментарии под своими роликами, чем больше смотрю на очень популярные публикации, что нигилизм это некоторое модное направление. Часто именно этот нигилизм является причиной существования того или иного мнения. То есть любое исследование его надо отрицать. Ну да, научный поиск предполагает, что нужно все ставить под сомнение. Я много раз сам про это говорил, много раз говорил про это на канале с изобретениями. Кстати, подпишитесь, ссылочка есть в описании, если до сих пор не сделали это, в телеграме я его веду, там много чего интересного. И да, это база научного знания. Ну, вот это вот отрицание всего ради всего для науки, оно тоже не так полезно, как хотелось бы видеть тем, кто любит отрицать. Что ж, друзья, спасибо за внимание, до новых встреч, обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, обязательно ролику, чтобы как можно больше людей узнали о том, что на самом деле электроны все-таки существуют. И продолжаем смотреть новые выпуски на канале. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok